Лучшие смартфоны, на мой скромный взгляд, до 10 тысяч рублей. До 100 баксов. Вообще их не надо покупать, это полное днище. Всем привет, вы на канале QQ, с вами Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про лучшие смартфоны, на мой скромный взгляд, до 10 тысяч рублей. Совершенно смешной бюджет, но уже здесь можно купить что-то, что будет звонить, писать, смсить, сеть в интернете и даже запускать игрушечки. Не верите? Давай сейчас поговорим. Все ссылки на покупку этих смартфонов найдете под этим видео. Напоминаю, что мы говорим про актуальные модели, а не те, которые выпускались 3 года назад, поэтому остались где-то у дяди Ашота на рынке и продаются по скидке. Говорим только про актуальные свежие модели с гарантией, которые можете купить QQ. Если останутся вопросы, все ждем в Телеграме канале под этим видео или просто под этим видео в комментариях. Давайте начнем. И напоминаю про наш 6-месячный розыгрыш одного классного смартфона в любую точку Российской Федерации, которую мы отправим победителю. И много промокодов на покупку в нашем магазине. Условия розыгрыша следующие. На нашей платформе ВК-видео подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, содержательные по теме видео и ждете итогов розыгрыша. В следующий месяц их подведем и призы отправим. Удачи! Сегмент до 10 тысяч рублей. Проще говоря, сейчас достаточно удобно считать, до 100 баксов. Ну, плюс-минус, да. То есть, это сегмент всегда был ультра-ультра-бюджеток. Телефоны, которые фактически хорошо, что включаются, фактически хорошо, что работают, звонят. И, на самом деле, у этих смартфонов всегда очень важная задача. Эти смартфоны покупают кому обычно? Родителям, детишкам. Те устройства, которые не сильно жалко. Или, допустим, себе, но когда вот что-то не хватает, да, вот в текущий момент времени. В каком-то смысле, действительно, вот задача этих смартфонов чуть ли не абсолютная по отношению к другим моделям. Потому что купить что-то другое будет гигантской проблемой. И поэтому, в первую очередь, я, как и всегда, призываю, ребята, не покупайте непонятные бренды. Да, действительно, у крупных брендов в этом сегменте тоже есть интересные устройства, которые будут хорошо своей задачей выполнять. Но покупать разные Юми Диджи, Блэк Вью какие-нибудь, еще какие-нибудь отстой китайский. Мало того, не надо ни в коем случае покупать различные копии iPhone 16 Pro Max за 9 тысяч рублей. Или за 6, или за 7. Вообще их не надо покупать. Это полное днище. Они будут работать хуже намного, чем любой из тех смартфонов, которые я сейчас перечислю. Поэтому сразу мы их не берем. И, в первую очередь, хочу сказать, что сегмент, на самом деле, очень небольшой, потому что, действительно, достойных телефонов в этом сегменте немного. Их всех практически объединяет общее правило. Прямо сейчас, в конце 2024, начале 2025 года, я уверен, также будет до 10 тысяч рублей. Можно спокойно смотреть только смартфоны на процессорах Unisoc. Потому что на медиатеке, в основном, это будет полная шляпа, какой-нибудь G36, или того хуже. Или, там, у Xiaomi свой процессор какой-то есть. Это будет отвратительно. Первый смартфон, на самом деле, я хочу сказать, это, наверное, наиболее универсальный боец. Это Samsung Galaxy A05s. Он до сих пор продается. Я надеюсь, он еще будет продаваться длительное время, потому что вышел уже A06. И тут, обратите внимание на игру слов, есть Samsung A05. Есть Samsung A06. Они не отличаются фактически никак. У нас есть обзор на канале и того, и другого, можете оценить. И есть Samsung A05s. Он отличается от обоих в лучшую сторону. У него лучший процессор, он быстрее работает намного. У него даже кавера, по-моему, лучше, но он прям лучше. При том, что 100 это несравнимых денег. Да, это на границе, это около десяточки. Но это, действительно, можно сказать, топ за свои деньги от Samsung. Неплохой дисплейчик, неплохие за свои деньги камеры. Хороший, действительно, хороший процессор Snapdragon 680. Хорошая, опять же, автономность, батареечка на 5000 мА. Это Samsung. Да, там немного оперативной памяти, да, там немного встроенной памяти. Но это устройство, которое купил, и оно свои бабки отрабатывает на все 300%. То же самое Samsung A05. Хуже. Он хуже оптимизирован, нам хуже процессор. Медленнее. И медленнее работает сам по себе телефон. Он реально хуже. И меньше держит батарейку, в том числе. Вот A05s, это прям вот телефон, который открывает наш топ. И я совершенно спокойно говорю, что это до 10 тысяч рублей, в районе 10 тысяч. Это лучший смартфон, который я бы в первую очередь посмотрел. В том числе, в этом сегменте неплохие есть устройства у Xiaomi, но их стало меньше значительно. То есть, если раньше до 10 тысяч был разный выбор Xiaomi, то сейчас они наводнили этот сегмент говнище. В недорогом сегменте у Xiaomi можно обратить, по сути, только на вот 2-3 модели. Они одинаковые, и все работают на Helio G85. В первую очередь, это Redmi 12. До сих пор он продается. Меньше становится и меньше. Можешь посмотреть. Это Redmi 13C, допустим. И Poco C65. Фактически, эти смартфоны близнецы-братья. Они отличаются прям какой-то минимум самый. Но из Xiaomi, если смотреть в этом сегменте, то я бы смотрел о них. Не могу сказать, что они не нравятся, потому что у Xiaomi перегруженная прошивка. Оперативки там мало, и она сжирается еще больше. Встроенная оболочка эта Xiaomi-шная. Но посмотреть на них из Xiaomi тоже можно. Еще раз. Redmi 12, Poco C65. И, собственно, Redmi 13C. Нравятся мне устройства, опять же, в бюджетном сегменте очень у Realme. Они прям откровенно меня порадовали. И в прошлом году, и в этом году разными линейками. В первую очередь отмечу такое очень странное устройство. Realme Note 50. Причем эта штука в каких-то конфигурациях даже стоит тысяч пять. То есть, наверное, это вот самый дешевый, однозначно самый дешевый смартфон, который прям реально можно пойти и взять. Это огромная лопата с небольшим количеством оперативной памяти. Рекомендую брать хотя бы с четырьмя. Ну, с тремя тоже будет работать, но лучше с четырьмя. И причем работающие. То есть, Realme это довольно крупный производитель. Они поставили там процессор Unisoc как раз. Неплохой производительный. Нормальный дисплейчик огромный. Нормальная батарейка, опять же, на пять тысяч миллиампер. И это все работает. И причем, еще раз, это стоит пять тысяч рублей. Там нету ничего такого вычурного. Опять же, там нет никакого NFC или еще что-то. Но именно свои задачи включиться, поработать, позвонить, там выйти в интернет. Realme Note 50 реально выполняет. И его старшие братья, в данном случае, Realme C61, допустим, это фактически тот же самый Realme Note 50, только оперативки побольше. Само собой, они будут пободрее. Они там на пару-тройку тысяч дороже. Но, извините, когда у тебя есть пять тысяч рублей или шесть тысяч рублей, а тебе нужно добавить еще три. Это проблема, да? Ну, в принципе, если есть, то, конечно, Realme C61, допустим, там, C63, я не знаю, хватит у вас денег, не хватит, но это вот действительно хорошая тоже моделька, поинтереснее, чем Note 50, по качественнее и по корпусу, по дисплеичку и по, в том числе, по оперативной памяти. Поэтому вот C61 тоже однозначно стоит рассмотреть в сегменте до десяточки, как из один из неплохих. И, наконец, закончить хочу топ двумя смартфонами, опять же, очень сильно похожими друг на друга. Tecno Spark Go 1. Также он на процессоре работает в Unisoc T615. Простенький, откровенно простенький дисплей, откровенно простенькая тоже камера, но, опять же, да, там свои задачи. За небольшие он действительно стоит копейки какие-то. Деньги он, в принципе, выглядит еще неплохо, как будто какой-то iPhone 12 и там 13, 14, не отличаю его. Выглядит реально неплохо, работает довольно шустро и стоит весьма адекватных денег. Ну и, в принципе, какие-нибудь другие Tecno Infinix тоже на Unisoc'е в этом сегменте можно глянуть. Допустим, тот же самый Infinix Smart линейка. Можете посмотреть Infinix Smart 8. Сейчас выйдет Smart 9, он почти не будет ничем отличаться. Но в Smart 8 тоже есть засада. Есть Smart 8, есть Smart 8 Pro. И вот Smart 8 Pro, он хуже, чем обычный Smart 8, потому что там используется в прошке G36 процессор, а в обычном Smart 8 просто Unisoc. И еще раз говорю, Unisoc быстрее. Он лучше работает в этом сегменте, чем G36. Поэтому тоже можете обратить внимание на Infinix Smart 8. Тоже там и дисплейчик неплохой, и батареечка, еще что-то. Но вот за эти деньги вполне вменяемое устройство. И если честно, то все. Потому что понятно, что еще есть там Huawei, Honor какие-то, еще выводок разных непонятных устройств. И Nokia там что-то выпускала. Но вопрос в том, что мы говорим про топ. Про лучшие смартфоны, которые вот я совершенно спокойно могу ручаться. Я их тестировал, я их снимал. Все обзоры на этот смартфон у нас есть на канале. Прямо так вот в поиск избиваете. QQ и название этой модели. И найдете наш обзор. Их можно брать и пользоваться. До 10 тысяч рублей, еще раз повторюсь, это важный сегмент, я понимаю, пароля. И поэтому покупайте хорошее устройство. Если у вас есть 10 тысяч рублей, хочу сказать, что это водораздел такой некий присутствует. 100 долларов, 10 тысяч рублей. Это прям ультрабюджетки. Добавив 2 тысяч рублей, перейдя в сегмент, допустим, 12 тысяч рублей, вы попадете на уровень устройств уже выше уровня. Причем значительно. Поэтому, ну, как бы, если вы есть такая возможность, и вы покупаете устройство себе или кому-нибудь еще, но надолго, то рекомендую в том числе посмотреть наш топ до 15 тысяч рублей. Там я в том числе называю модельки некоторые там ближе к 10 тысячам, да, там 12 тысяч рублей там. Но эти телефоны действительно намного выше уровня. Пример тот же самый Samsung A05s и Samsung A15. A15 лучше. Всем хороших покупок. Модельки подсказал. Выбор за вами. С вас лайк, подписка. Всем пока.